Язык Домааки, ну это в принципе тоже вот восходит к языкам низкой касты, это язык можно сказать пакистанских цыган, правда там совсем маленькая группа, практически это вымирающий язык в настоящее время. То есть само по себе слово скорее всего означает язык низкой касты, музыкант, ремесленник и так далее. Они на север Пакистана мигрировали из северной Индии, в настоящее время они проживают в двух деревнях и в окрестностях определенного города, число говорящих сокращается, примерно сейчас в 2004 году было менее 350 человек и скорее всего сейчас они вообще вымерли. Они прибыли где-то 200-300 лет назад, но местные все равно их воспринимают как чужие, поэтому чтобы скрывать, что они, так сказать, чужие и не местные, они активно переходят на местные языки. Часто они не учат даже детей этому языку Домааки родному и дети говорят на Бурушаске или на Шина. Значит они окружены там племенем Бурушаске и племенем Шина, которые как раз вот и говорят на местных языках, сильно влияющих на язык Домааки. В настоящее время считается, что только старшее поколение помнит язык, да, и те в общем постепенно забывают. Нет каких-то письменных на этом языке текстов, какие-то сказки устные есть, да, и те в общем с трудом записываются. То есть в настоящее время это язык умирающий. Надо сказать, он довольно архаичный, потому что Бурушасский язык довольно сложный, флективный, которых окружают, и по влиянию этого языка они сохранили флективные формы, которые к санскриту восходят и даже собственные придумали. То есть язык на самом деле от североиндийских языков отличается и порядочно, и в этом плане интересен. Фонетика полностью переделалась под Бурушаски, то есть гласные все, долгие гласные практически утеряны, носовые гласные утеряны. Могут быть, они в принципе долгими произноситься, но они как бы уже, это не фономатическое различие. Долгие гласные записываются как два кратких, спорят, являются ли долгие гласные фонемами в настоящем состоянии языка. Вот согласные, в принципе это система согласных Бурушаски, то есть очевидно, что это не химия. Тут всякие цацха, которых там и в помине нет. Придыхательные есть, но придыхательные есть и в Бурушаски. Вот это полностью усвоенная система языка Бурушаски, о чем нужно сказать. Мобулярные, которых нет в хинди и так далее. Правила постановки ударения сложные, в некоторых именах подвижное ударение, в некоторых неподвижное. Различается восходящий и нисходящий тон ударения, видимо тоже под влиянием соседних языков. То есть у них язык как ударный, так и тоновой. Ударные, гласные, может быть восходящие и нисходящие, восходящие и нисходящие ударения. Но шведский из известных нам языков на это походит. Ну и также, допустим, литовский. У них сохранились санги, которые утрачены во многих индийских языках. То есть в течение двух гласных, как правило, оно устраняется, либо переходом в я-ва, либо упрощением в ту или иную сторону. Санги сохранились. Вообще, по многим признакам язык более старый, чем хинди, но вымирает. Сохранилась довольно обширная парадигма существительного. Правда, окончание не как в санскрите. Видимо, окончание вторичное. Как я рассказывал, тут были лекции по прокритам. В прокритах образовывались заново падежи из послелогов. Не санскритские, но тоже полная система падежей. Скорее всего, вот эта вот система, она сохранилась в данном случае. То есть имеется много падежей. Два рода, числа. Роды могут в некоторых падежах различаться. И числа тоже. То есть могут быть мужской, женский, род по-разному. Сложно образуется множественное число, много показателей его. Лучше это в парадигме показать. И использование того или иного показателя множественного числа от многих факторов зависит от того, на что кончается основа, от рода и так далее. У меня тут подробно описываются падежи, я пропускаю. То есть значения падежей, но они из общей лингвистики известны. Я не вижу смысла примера тут из этого языка показывать. Глагол тоже образуется сложно. Два класса основ. Имеется основа перфекта, основа имперфекта в глаголе. То есть две основы глагола. И, как правило, все времена образуются с помощью суффиксов. При этом нужно выбирать основу глагола, которая соответствует этому времени. Выбирать суффикс, выбирать окончание. То есть система, по которой образуется глагол, как раз вот санскритская, старая. Она не поменялась на аналитическую систему, как вот в хиндии, в раджа-стхане. Я вот о всем, что я рассказывал. Вот как связка выглядит. Связка в некоторых временах употребляется все-таки, но она и в Курьей, и в Санскрите была. Но связка, конечно, совсем другая, не та, что в хинде. Как и в языке банджари, она почему-то от чха происходит, от корня чха. Пропускаю подробное объяснение по временам, потому что это лучше в табличке показывать. Есть пассив и каузатив, как обычно в индийских. Есть категории определенности, то есть есть суффикс «эк», который, видимо, из слова «эк-1» возник. Вот этот суффикс обозначает неопределённую форму. Числительные порядочно отличаются. Вот этот «эк-2» остался, а другие довольно сильно. Допустим, «дуй», «два», «чавур», «четыре». Я имею в виду от хинди. От хинди числительные отличаются в этом языке довольно сильно. Есть инфинитивы причастия и депричастия с агглютинативными показателями в этом отношении, как в хинди. Очень много послелогов. Ну, вот парадигмы. То есть это общая парадигма склонения. Помимо того, что суффикс меняется, нужно ещё образовать основу, причём основа делится на основу именительного падежа и косвенной. Вот мы-то, допустим, видим «по» и «по», это разные основы. И также отдельно выделяется основа множественного числа. Допустим, вот «по» и «э», да, это будет у нас уже основа множественного числа косвенная. То есть надо учитывать, что окончание не агглютинативно присоединяется. Просто не просто признать окончание, нужно ещё поменять основу специальным образом и запомнить, как она меняется. Правила какие-то есть, но всё равно это достаточно усложняет ситуацию. Ну, вот типовые примеры склонений нужно посмотреть тут. Также у глагола есть основа перфекта и имперфекта. Сначала нужно образовать основу, а потом образовывать формы глагола. Ну, вот примерно как выглядит это. То есть есть окончание по лицам, тут видно, да, есть изменение основ и есть суффикс, который обозначает время. Это тот тип изменения, который в санскрите. Но, конечно, это не формы санскрита, они сильно поменялись по сравнению с санскритом, но в типологическом отношении это примерно то же самое. Что касается словообразования, утраченные суффиксы, почти всё с словосложением, возможно, тоже под влиянием соседних языков. То есть всё-таки в санскрите в основном всё с суффиксами и приставками образовалось, а здесь в основном всё с словосложением. Популярны сложные глаголы, как обычно в индийских. То есть первое слово обозначает, что происходит, а второе слово – глагол, который, так сказать, обозначает, что с ним делают. Допустим, работу – работать, разговор – говорить, план – делать и так далее. Вот в таком смысле. Вот так вот они выражают какие-то сложные действия. Но это и в хинди всё время. Что касается синтаксиса, это общеиндийский, то есть глагол на конце и ирогативный. Огромное количество всяческих союзов, но они, в общем, были и в санскрите, и оттуда, и в основном туда и восходят. То есть образуются предаточные предложения с помощью союзов староиндийских. Вот примеры заимствований. Практически все заимствования из Бурушаски или из Шина. И этих очень много. Практически язык даже уставшего поколения потихоньку сливается из Бурушаски, а младшее поколение вообще на этом языке уже не говорит. Но вот довольно интересный, в общем-то, архаичный язык. Он подвергся влиянию совсем не индийского языка, другого Бурушаски. И, к сожалению, он вымирает. И, как я понимаю, даже сами носители никаких мер по сохранению кодификации языка сейчас не предпринимают и практически добровольно его забывают. Ну, судя по той информации, которая у меня есть. Продолжение следует... Продолжение следует...